Питание в школьных столовых в последние годы одна из наиболее обсуждаемых тем. Родители зачастую проводят серьезные разъяснительные беседы, чтобы уговорить свое чадо хотя бы один раз на перерыве между уроками сходить и полноценно поесть. Несмотря на довольно разнообразное меню столовых, в глазах детей булочки, хот-доги и беляши, к сожалению, выглядят заманчивее. Актуальная тема заставила представителей Министерства здравоохранения пересмотреть некоторые положения, касающиеся школьного меню, и внести в них определенные коррективы. Недавно вышли изменения в постановление номер 63, утвержденное Министерством здравоохранения, в котором прописано, что в буфетах, в школьных буфетах, ограничивается реализация отдельных мучных блюд, а именно пицца, смажни или сосиски в тесте, с кратностью не более двух раз в неделю. В буфете должны быть устройства для разогрева пищи. Раньше в санитарных правилах это не прописывалось, а сейчас данный пункт добавлен. Культ еды формируется в семье. И от того, к какой пище ребенок привык в домашнем окружении, зависит, что школьник выберет из представленного меню в буфетах и столовых, которое с 1 сентября претерпит незначительные изменения. Мучные блюда, вроде пиццы, смаженок или сосисок в тесте, будут появляться на прилавках не более двух раз в неделю. Зато пищень полезной продукции, полноценных вторых блюд и салатов, наоборот, будет расширяться. Новые меры призваны научить школьников правильно питаться, а также помочь сохранить свое здоровье на долгие годы. У тех детей, которые питаются в основном перекусами или перехватами, очень быстро начинает организм давать сбои, которые выражаются в том, что ребенок, во-первых, часто может болеть простудными заболеваниями, во-вторых, он может хуже учиться в школе из-за того, что у него страдает память, снижается работоспособность, у ребенка может ухудшиться зрение, появятся какие-то проблемы с осанкой, например, и даже проблемы с поведением. Родители долгое время не придают этому значение, списывая на какие-то особенности характера ребенка. А оказывается, при таком неправильном питании ребенок просто не получает с пищей те необходимые вещества, которые ему необходимы для формирования его скелета, для поддержания жизнеспособности его организма. Новые меры распространяются только на пункты общественного питания в школьных и дошкольных учреждениях. А формировать домашнее меню – задача родителей. Очень важно, чтобы мамы и папы постоянно следили за тем, в какое время и как поел ребенок. Ведь о будущем вашего чада нужно думать уже сегодня.